друзья всем привет с вами сайт soulfinder и как вы видите сегодня у нас редкий не настолько часто как многим хотелось бы гость adidas кроссовки adidas но мы сейчас рассмотрим их не . с точки зрения того что это кроссовки adidas это crazy 1 а с той точки зрения что это еще и кроссовки коби это именные кроссовки коби брайанта далеком-далеком двухтыдыщном ну на самом деле это естественно ретро выпуск наверное 6 6 или седьмого года 2006 или 2007 года но на мой взгляд одни из лучших вот по дизайну вообще кроссовок то есть они может быть с какой-то стороны там дурацкие какой-то страны но вот этот вот дизайн гладкий попытка под фампозит сделать что-то то есть не кожаные вот это примерно тот период времени когда от кожаных кроссовок начали отходить в том числе и adidas приложил к этому руку мы знаем о том что после этих кроссовок были еще и еще одни фампозиты adidas называемые утюги них пытался играть кофе бренд это было это была самая худшая модель в истории обуви наверное и сэмпл который был третьим его кстати немногие видели но в интернете его можно поискать даже не поступил в продажу adidas kobi 3 kb 83 я не знаю как тут называли но тем не менее я хочу сейчас вам показать я вам все время тычу книжки всякие но сегодня мне есть не только книжки сегодня у меня есть в руках журнал нет даже не так хотел сделать круто сделаю не очень круто это журнал kicks за 2001 год но время он 2000 года но это самые крутые кроссовки 2001 года эксклюзивное интервью кобе показаны эти кроссовки коби брайант коби черные супер классика родни роджерс вы даже не знаете кто такой вот белые очень известная фотография где он пролетает мимо рашиду волосу также реклама немного на правах реклама бла 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 фиксология игрока я на секунду задержу но буду говорить о последнем кадре это как раз те белые 2000 году он них играл и была очень крутая расцветка желтого желтая желтая на all star game в ней коби выступал я сейчас перейду к журналу 2001 года самые крутые кроссовки 2002 журнал kicks коби на обложке опять в них опять мы открываем здесь также очень известная фотография коби летит под кольцом если кто не знал кстати патрик юнг играл за сотни за sonix если очень кстати молодежь знает что была команда sonix шон кем вин бейкер нет ну ладно неважно упс коби забивают это алиупчик я помню опять на правах рекламы черного цвета против memphis grizzles ой сколько сколько воспоминаний я прям как старая бабушка здесь кексология внизу она немного отличается от предыдущего выпуска но она нам интересно как раз желтыми и серебряными кроссовками но здесь они идут с пометкой 2001 год 2001 все правильно феврале 2001 года all star game и коби там выступал в crazy 1 но тогда не назывались коби чего-то там я уже не помню но неважно расскажу значит фуампозит фуампозит adidas позит мы его назовем adidas позит большой захлёст резиновый в передней части он немного отклеивался в тех давних начале начала двухтысячных тогда отклеивалась эта штучка в области пятки пластиковый фиксатор вот это самый настоящий пластик он жесткий вот его сверху не согнуть может это он произвел так такой результат перегрузила хил коби в двухтысячном году и он сейчас порвался мы не знаем мы не настаиваем на этой теории большая толстая подошва это вот эта область как раз тот самый слой который находится ниже уровня стельки вот я вижу стельку и вижу уровень подошвы вот такой толщины была подошва в смысле есть чуть-чуть и говорю вот я о них говорю это не красоты какой бренд третера которая не имеет коби никакого отношения скорее к шамперту имеет пластиковый фиксатор с боковой стороны и с этой стороны является систем частью системы торшин нон маркинг то есть не чертит в 2000 году это было очень важно тогда еще в школу не пускали в кроссовках говорили вы что это же нельзя в кроссовках цветных играть может только в белых играть простая елочка надпись одеприн точечки вот эти вот для меня этот силуэт очень знаком силуэт этой подошвы внутренний мир этих кроссовок тоже довольно любопытен здесь есть такая штука которую я вот на других кроссовках неважно какой фирмы я честно говоря не могу припомнить вот вы видите что секции разделены то есть у нас есть вот вот этот борт и внешний борт но они между собой сшиты но сшиты без швов то есть как бы единая поверхность образуется она делает некое уплотнение и за счет кожи да здесь кожа внутри за счет этой кожи дополнительная фиксация происходит дополнительная жесткость ну такой неестественный способ но тем не менее им пытались тоже добиться чего-то очень много петель я вот честно считал быстро 9 9 дырочек это очень много но начинаются они не очень низко то есть они слишком близко друг другу находятся я знаю что многие даже не зашнуровывали до конца потому что смысла не было они довольно плотно садились на ногу но вот сама фиксация и они я говорит не могу я в них не играл они нравились если здесь был nike я может поиграл них давно не сейчас внутри вы видите что язычок закреплен всего лишь резиночкой с одной стороны и с другой и в общем то внутри кроссовка больше нет ничего интересного вот это одна примерка вы видите да кроссовки довольно мятые но это всего лишь одна попытка поплотнее затянуть посмотреть как они сидят на ноге это очень такой мягкий материал и на кроссовках которые я показывал журнале если вы промотаете назад и посмотрите в формате hd вы сможете увидеть что у кроссовки у коби такими становятся ну вернее не все такие на всех фотографиях это такой очень нежный материал мягкий ну вот силуэт я прям смотрю на него мне конечно очень нравится они такие дизайнерские дизайнерский автомобиль очень клёвые кто-то говорил что audi tt поучаствовали как бы inspired by tt но это может с этим не проедет нет не проедет про утюги до про утюги утюги кстати продавались в москве я помню что они продавались по цене то ли 800 то ли 900 рублей в стоках то что их не брали вообще уже ни под каким соусом и распродаже не помогали но я знаю пару людей которые с удовольствием них играя я щас не буду компрометировать и говорить кто это был а кто знает тут поймет с вами был сайт он finder мы достали из шкафа очередную редкость и с удовольствием рассказал и не забывайте что в гонке лидеров именных кроссовок пока побеждает майкл но ближе всех к нему находится коби потому что коби получил уже девять ну будем говорить девять именных моделей но еще в адидасе у него было штук шесть наверное то есть у него этого уже там помимо 23 против джордана у коби нами штук 14 15 уже именных моделей всего-то ничего осталось друзья продолжаем продолжаем следить за новинками с вами был сайт soul finder серж до новых встреч